Согласно действующему законодательству, сотрудники, принятые на предприятие по трудовому договору, подлежат обязательному социальному страхованию. А застрахованные работники, как граждане РФ, так и иностранцы, вправе получать пособия по временной нетрудоспособности на протяжении всего времени, пока они не могут осуществлять трудовую деятельность из-за болезни или необходимости. Ухода за ребенком или членом семьи. Пособие или компенсация нетрудоспособности выплачивается работодателем, который впоследствии получит компенсацию из средств Фонда социального страхования. Что представляет собой компенсация нетрудоспособности? Компенсация нетрудоспособности – это пособия, являющиеся гарантией финансовой поддержки сотрудников предприятий, оказавшихся неспособными к осуществлению должностных обязанностей на определенное время. Чтобы люди могли позаботиться о своем здоровье или о благополучии ребенка, супруга или другого члена семьи без боязни остаться без работы и оклада, из средств в бюджет ФСС работникам выплачивается данное пособие. Оно призвано поддерживать служащего материально, пока тот не имеет возможности зарабатывать. Читайте также статью «Как оформить больничный во время отпуска в 2020 году». Кому должна выплачиваться компенсация нетрудоспособности? ИП – участники общин народов Севера, организаторы фермерских и крестьянских хозяйств, адвокаты и нотариусы – должны быть застрахованы от временной нетрудоспособности в ФСС, если ими совершаются страховые платежи в бюджет фонда. Подлежат обязательному страхованию работники предприятий, являющиеся гражданами России или иностранными поданными, а также людьми без гражданства, которые временно пребывают, проживают или находятся в стране на постоянной основе. К данному требованию не относятся высококвалифицированные специалисты. Сотрудник подлежит страхованию, если отработает на основании трудового договора, в том числе директора, владельца, единственные учредители компаний, муниципальные и государственные гражданские служащие, лица, замещающие на Постоянные основе федеральных, муниципальных и региональных государственных служащих, участники производственного кооператива, где они лично осуществляют трудовую деятельность, церковные служащие, люди, заключенные под стражу, отправленные в места лишения свободы и признанные виновными в судебном порядке при условии получения оплаты за свой труд. Читайте также статью «Больничный после выхода из декрета в 2020 году». Когда назначается компенсация нетрудоспособности У сотрудника предприятия появляется право на пособие по временной нетрудоспособности, когда ему необходимо протезирование в стационарном учреждении по медицинским показаниям. Работник временно не может осуществлять должностные обязанности из-за приобретенного заболевания или полученной травмы. Сотрудница сделала аборт или обратилась в клинику для получения услуги по экстракорпоральному оплодотворению. Сотруднику нужно остаться дома, чтобы ухаживать. За больным ребенком, супругом или членом семьи. Работник находится на карантине или недееспособный член семьи или ребенок младше 7 лет, служащий нуждается в оздоровлении после болезни и стационарного лечения в санатории, не более 24 дней, кроме случаев выявления туберкулезных заболеваний. Куда обращаться, чтобы была назначена компенсация нетрудоспособности? В общем случае обращаться за пособием по временной нетрудоспособности нужно по месту работы. Но есть категории лиц, которым нужно подавать документы в ФСС, уволенные работники, заболевшие в течение 30 дней после ухода с работы, предприниматели-фермеры, частные практики, представители народов Севера, адвокаты-нотариусы. Совершающие взносы в фонд соцстрахования на добровольных началах. Сотрудники, лишенные возможности обращения к нанимателю из-за закрытия фирмы, банкротства компании, уклонения работодателя от обязательств, неплатежеспособности. Фирмы. Какие документы нужны, чтобы была назначена компенсация нетрудоспособности? Больничное пособие выплачивает работодатель, застраховавший сотрудника. Если болезнь наступила в течение месяца после увольнения с предприятия, обращаться можно к бывшему работодателю или напрямую в фонд социального страхования. Для того, чтобы претендовать на больничное пособие, придется собрать следующие документы, больничный лист установленной формы, выданный лицензированной поликлиникой, заверенный надлежащим образом. Справки о размере оклада со всех мест работы у прочих страхователей. Величина компенсации нетрудоспособности будет зависеть от зарплаты. Справка о продолжительности периода временной нетрудоспособности в календарных днях, когда на оклад не начислялись взносы в фонд социального страхования с предыдущих мест работы. Справка о страховом стаже, если документы подаются лично в ФСС. Справка со всех мест работы, подтверждающая, что иные страхователи не оплачивали больничный. В каком размере выплачивается компенсация нетрудоспособности? Размер пособия назначается на основании продолжительности страхового стажа. Рассчитывается средний оклад за предшествующие больничному два года. Затем сравнивается с предельной страховой базой на год совершения выплаты пособия. Например, в 2017 году средний дневной оклад не может превысить 1901,37 руб., то есть заболевший сотрудник не получит сумму, которая оказалась бы больше указанной выше. Как рассчитывается компенсация нетрудоспособности? Если страховой стаж сотрудника оказывается меньше полугода, пособие по нетрудоспособности будет рассчитываться на основании МРОД. Компенсация нетрудоспособности может быть рассчитана по приведенной ниже формуле. РК равно РДП умножить на ЧДБ, где РК – размер компенсации нетрудоспособности, РДП – размер дневного пособия, ЧДБ – число календарных дней больничного. Если речь идет о заболевании, травматизме, пребывании на карантине, протезировании или долечивании, величина компенсации утверждается на основании длительности стажа. 60% среднего заработка при стаже меньше 5 лет, 80% при стаже от 5 до 8 лет, 100% при стаже от 8 лет. Существуют некоторые порядки относительно выплаты компенсации. Если человек заболел или был травмирован в течение месяца после увольнения, компенсация составит 60% среднего оклада. Если сотрудник получил травму на работе, пособие составит 100% среднего оклада. Если работник ухаживал за ребенком младше 15 лет, пособие выплачивается вне зависимости от стажа. Если сотрудник ухаживал за больным ребенком старше 15 лет, пособие зависит от стажа и составляет, при стационарном лечении в зависимости от стажа, при амбулаторном лечении от продолжительности стажа за первые 10 дней болезни, затем в размере. 50% среднего оклада. Законодательные акты по теме. Федеральный закон от номер 255 ФЗ о том, как выплачивается компенсация нетрудоспособности, приказ Минздрав соцразвития России от номер 91 о выплате пособия по временной нетрудоспособности – типичные ошибки. Ошибка. В страховой стаж сотрудника не был включен период службы в армии. Комментарий. Период воинской службы включается в страховой стаж. Ошибка. Размер компенсации нетрудоспособности получился ниже, чем пособие, рассчитанное по МРОД. Комментарий. Если больничное пособие выходит ниже той компенсации, которая была рассчитана по МРОД, назначается пособие по МРОД. Ответы на распространенные вопросы о том, кому полагается компенсация нетрудоспособности. Вопрос номер один. Как скоро работодатель перечислит средства в счет компенсации временной нетрудоспособности? Ответ. Выплата будет назначена через 10 дней с момента подачи заявления, а перечисление средств на ваш счет произойдет в ближайший. День получения сотрудниками зарплаты. Вопрос номер два. В какие сроки необходимо обратиться к работодателю или ФСС за выплатой пособия по временной нетрудоспособности? Ответ. Компенсация нетрудоспособности будет выплачена, если сотрудник обратился за ней не позже, чем спустя. Полгода с момента выхода на работу, определение инвалидной группы, завершение работ по протезированию, выздоровление больного члена семьи, завершение карантина, окончание долечивания. Нужно будет доказать, что для несвоевременного обращения была уважительная причина. Видеосоветы. Как и кем будут начисляться выплаты по листкам нетрудоспособности? В видео раскрывается информация о том, что работодатели избавят от обязанности оплачивать больничные листы, и этим будет заниматься Фонд социального страхования. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!